Хочет Зейхофер или нет, а Массен уйдет в отставку. Как стало известно Дивельт, о смене главы ведомства по защите Конституции страны Ханса Георга Массена Меркель сообщила накануне по телефону к главным членам коалиции. Она крайне недовольна тем, что Массен позволил себе вмешаться в политику, будучи главой разведки. После события в Хемнице Массен заявил, что сомневается, что в городе была организована охота на мигрантов. А именно так преследование назвала сама Меркель, и что видео, на которых засняты погони и погромы, скорее всего фейк-ньюс. На защиту Массена встал глава МВД Хорзейхофер. На заседании специального комитета в Бундестаге он высказал главе службе свою поддержку. Я проинформировал комитет по внутренним делам о том, что я не вижу оснований для каких-либо персональных последствий для господина Массена из-за его доклада и дискуссии. Но в СДПГ партнеры Меркель по коалиции настаивали на отставке Массена. К ней призывала лично Андрея Налис. Скорее всего, судьба главы ведомства по защите Конституции будет решаться уже завтра на чрезвычайной встрече партийных лидеров большой коалиции. И, как пишет Девельт, интересы Зейхофера и Меркель тут снова столкнутся. Увольнение Массена может сильно ударить по репутации главы МВД накануне выборов в Баварии. Ханс Георг Массен возглавляет внутреннюю разведку Германии с августа 2012 года и был одним из первых, кто обвинил Москву в причастности к хакерским атакам на Бундестаг. При этом именно Массен добивался того, чтобы немецкая киберразведка могла не только защищаться при возникновении хакерской угрозы, но и атаковать врага и полностью его устранить.